Говорят, что в последнее время среди мигрантов очень развивается религиозный экстремист. Как вы думаете, вам это видно или просто слюб? Я это не ощущаю. Я это не ощущаю. То есть в мечети я этого не вижу, я этого не замечаю. Но есть целенаправленно, безусловно. Есть группа людей, которые целенаправленно и вербуют, и переправляют там в Сирию, и в Ирак, и все остальное. Безусловно, это имеет место быть. Они, наверное, находят подходящую почву. Почему? Потому что во многом те мигранты, которые оказываются здесь, они незащищенные. У них есть очень много проблем с работой, есть проблемы с деньгами, а у этих людей проблем нет. Они всем обеспечивают и жильем, и деньгами, и едой, и всем остальным. И уже потом, спустя какое-то время, люди оказываются в Сирии, оказываются в Ираке. Это раз. А вторая причина тому, это глубочайшее невежество мусульман. Как и тех людей, которые здесь живут, так и тех людей, которые сюда приехали. Это касается всех. И киргизов, в первую очередь, и узбеков, и таджиков. Невежество людей. И, к сожалению, как я вижу, тоже во многом правительство тех государств, особенно Таджикистан, особенно Узбекистан, во многом не дает возможность людям более глубоко познавать и узнавать свою религию. Из-за этого возникает некий такой пробел, который кто-то другой заполняет. А если вы не согласны, вот исламское государство, аль-Каида, они радикальные? Да, это политические организации. Я с этим, я как бы, все те, как бы, сейчас исламское государство, аль-Каида, это все политика, геополитика, которая имеет некую окраску мусульмана и ислама. То есть, человек, когда носит бороду, когда носит определенное одеяние, имеет какие-то внешние отличительные качества, его больше связывают с исламом. Но поступки его, они его отдаляют от ислама и говорят, эти поступки говорят, что ты такой-то, такой-то, никакого отношения к исламу, к мусульману, не имеешь. Понимаете? Это политика, которая примешала к своим каким-то там цельным задачам, приписала уже что? Приписала религию. А религия никакого отношения к этому не имеет. Ислам – это всеобъемлющая религия. Она объемляет все и вся. В то же время есть повествование в Священном Куране, которое прописывает именно случаи, когда ведутся военные действия, как они должны вестись. Эти случаи на сегодняшнее время, наверное, актуальным случаем являются то, когда ты можешь взять оружие, защищая себя, защищая свою семью, защищая свою Родину. Именно навязывать кому-то что-то и прикрывать это религию никак не допустимо и как невозможно. Там с именем Всевышнего убивать – это невозможно. По сути своей, если человек делает это с именем Всевышнего, он лишает себя веры, лишает себя совести, лишает себя всего святого, посягая на жизнь другого. Когда на себя, когда тебе нужно защищаться, безусловно, ты можешь защитить твоя обязанность. А в остальном, в той ситуации, когда нужно было бы воевать, или мы обязаны, мы воевать, нет такой ситуации, нет на сегодняшний день, нет такой ситуации. На сегодняшний день геополитика. Знаете, те названия организаций, которые вы назвали, это марионетки, которые управляют сверху, тык-тык-тык-тык-тык, как удобно. Именно, как бы, воюют в это пушечное место одно, а управляют совсем другие. Вопрос в этом. Какой воевать? Ну, если ты хочешь быть собачкой, у чьих-то ног. Или подтянут под ниточку, безусловно, вперед, заре навстречу. Но вопрос, каков твой будет исход, ад либо рай, это огромный вопрос. Потому что Всевышний дал серое вещество, дал мозги, которым нужно пользоваться. И, соответственно, с которым нужно выстраивать свою жизнь. А если тебя зомбируют, если тебя просто куда-то перенаправляют, и ты на поводу идешь кого-то и чего-то, не задумываясь о том, что за этим может стоять, абсолютно неправильно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok